Недоступная помощь все чаще. Именно так говорят бизнесмены о мерах поддержки, которые власти ввели в условиях эпидемии. Напомню, правительство России разработало целый ряд программ по поддержке бизнеса. Это, например, беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам, освобождение от уплаты налогов, отсрочка по арендам платежам. Но рассчитывать на эту помощь могут только компании из списка пострадавших отраслей. Большинство предприятий в список не вошли, а те, кто вошел, как оказалось, получают эту помощь с большим трудом. Почему бизнес в России не может получить поддержку? Мы обсудим с руководителем Комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Края Юлия Симберева. Юлия на прямой связи со студией. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, по вашим данным, с какими проблемами чаще всего сталкиваются предприниматели, когда обращаются за мерами поддержки? Ну вот частично вы уже обозначили, когда по условиям программы анонсирована одна, один порядок получения поддержки. По факту оказывается, что там начинается куча подводных камней. Вот из последнего такого яркого события, это когда в поддержке в компании, которая относилась к пострадавшим отраслям по федеральному списку, отказали в выплате на сотрудника в размере МРОТа, потому что они сохранили весь штат, но внештатных специалистов стало меньше. И урона потому, что внештатных специалистов стало меньше, в поддержке было оказано. Это, к сожалению, не единичный случай. Только ко мне обращались еще две компании с подобными проблемами. Очень часто бывает, очень много вопросов к кредитованию. Например, по одной из программ, льготному кредитованию по выплате заработной платы, выяснилось, что кредит доступен только предприятиям, зарегистрированным до 31 декабря 2019 года. То есть всем тем, которые зарегистрировались в этом году, в кредите тоже отказано. И вот такие моменты практически по каждой программе поддержки. А какие меры поддержки сейчас наиболее востребованы? Ну, сейчас почти все пошли за кредитами, все из пострадавших отраслей. А потом такая адекватная мера поддержки, как снижение страховых взносов с 30 до 15 процентов, тоже сейчас бизнес оформляет. Ну, знаете, меры поддержки не очень эффективны, но их много. И вот кто на что может претендовать, старается получить это по максимуму. Не всегда получается. То есть недостаточно тех мер поддержки, которые озвучены на этот момент? Смотрите как. С точки зрения эффективности их недостаточно. Потому что мер поддержки реальных, которые уменьшают расходы предпринимателя, да, или там отменяют какие-то платежи налоговые, их минимум. В основном меры поддержки связаны с отсрочками. Отсрочка по кредитам, отсрочка по налогам, отсрочка по сдаче отчетности и так далее. Эти меры поддержки, ну, бизнесу особой помощи не окажут, потому что... Что такое отсрочка? Это значит, что нужно будет потом эти деньги выплачивать. А где они возьмутся, если доходов нет в принципе? Многие компании не работают. А как вы относитесь к тому, что сейчас некоторые ограничения начинают снимать, но при этом многие виды бизнеса по-прежнему не работают, но дополнительных мер поддержки власти уже не вводят? К тому же, вот понятно, что даже когда все ограничения снимут, покупательская способность в любом случае упадет. Мне кажется, вот сейчас магазины, которые продают одежду, с этим столкнулись. Я вот со многими общаюсь, и они так ждали открытия. Когда открылись, выяснилось, что никто особо не идет, потому что люди частично и на онлайн покупки перестроились. Но самое главное, у людей нет денег. Скорее всего, такая же история будет с ресторанами и кафе, которые также сейчас в ожидании открытия. Мы написали от Союза тоже письмо, чтобы с 12 июля все-таки эти заведения получили возможность работать. Как я к этому отношусь? Ну, учитывая, как у нас происходит самоизоляция в принципе, да, такие двойные стандарты. С одной стороны, рестораны не работают, но работает Леруа Мерлен. Ездят автобусы, электрички, где люди без масок общаются друг с другом, контактируют. Вот в такой ситуации, я считаю, что их нужно открывать. Спасибо большое. Это была Юлия Семберева, руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей. Краем мы говорили о сложностях, с которыми сталкиваются предприниматели при получении помощи от государства. И отмечу, что ранее Центр стратегических разработок провел исследование на эту тему. Оказалось, что только 10% российских компаний смогли получить обещанную правительством помощь.